итак привет всем сегодня у нас самая серьезная тема мы будем обсуждать деньги самый часто мне задаваемый вопрос очень часто люди пишут оскар все понятно но как все это финансировать как начинать если у тебя нет средств и сегодня мы это все разложим максимально как я знаю своего опыта из всех действий которые нужно делать первые 12 месяцев становления компании конечно блок финансирования инвестиционные циклы он конечно способствует все остальное потому что как-то иначе будешь добиваться чтобы люди что-то для тебя делали эта вещь которая на самом деле релевантно только для 4 процент компании мира 96 процент компании мира работают без внешних инвестиций они финансируются либо система финансирую сам когда люди начинают собственным капиталом если это не подходит иногда есть партнеры если есть бизнесы которые могут финансироваться клиентами когда клиент готов платить до получения услуги или до получения товара есть такие случаи когда можно построить очень большой бизнес за клиентские деньги есть банковское финансирование которое подходит для определенных бизнесов где достаточно низкие риски но если это все не подходит если вы строите очень инновационный бизнес если вы строите будущее вам надо продать мечту если вы начинаете с нуля и очень многие люди в истории это делали если вы смотрите новости очень часто вы читаете про фейсбуке прорави варки про все эти компании которые на самом деле финансировались венчер финансированием это можно сказать продай мечту продай мечту особенно в самом начале и это как раз касается вот этих циклов которые если вы здесь вот если говорить про контроль над компании чем больше вы здесь чем больше у вас контроль над компании и конечно чем больше вы будете зависит от внешних ресурсов ваш контроль над компанией даже если даже если клиенты или партнеры финансируют быть и вы однозначно теряете контроль над ситуацией поэтому нужно это понимать можно намного более крупную компанию построить и не быть королем маленькой компании можно быть меньше акционером очень крупной компании так в основном если посмотреть джефф бейзу самый богатый человек в мире сейчас у него только 20 процент амазона даже может быть уже меньше после развода и таким образом мы ищем средства для осуществления своей мечты как это происходит сейчас детально обсудим но перед тем как начать про все стадии founders кассет и так далее и как этому готовится хотел коротко показать главные вещи которые касаются всего этого цикла какие главные факторы успеха которые я знаю для успешного прохождения инвестиционных циклов первое это очень важно это ясность это означает что вы должны сто процентов точно знать что вы хотите очень часто я вижу основатели которые начинают какой-то инвестиционный цикл но они толком не знают сколько денег им нужно для достижения чего они очень часто отталкиваются от того сколько денег у тебя если меньше мы подстроимся и так далее это все не работает потому что не транслируется эмоция ясность когда человек четко просчитал четко знает что он что ты хочешь добиться чем ты готов поделиться потому что ты должен делиться конечно будущим успехом если хочешь чтобы кто-то финансировал твою мечту поэтому вы должны создавать максимально ясность у себя и для других и вы должны точно знать на каждом цикле сид в а раунде в б раунде всегда точно сто процентов знать какой результат вы хотите второе это уверенность уверенность это значит если вы уверены да если вы чувствуете себя уверены в своих расчетах своей бизнес модели в свое своем своих способностей сделать вот эти тысячи действий чтобы это все стало реальностью чтобы это заработало таким образом у вас существенно увеличивается шанс отражение уверенности больше всего отражается это это очень важный фактор когда миссия уже идет потому что на самом деле все опытные инвесторы если вы еще не тронулись место это нет это отражает неуверенность какие бы слова из вашего рта не выходили люди люди судят по вашим действиям и по вашему языку тела поэтому смотрите поезд уже отъехал все процессы идут все уже идет мы готовимся к запуску к первой продаже инвестор циклы идут параллельно они так что очень часто я встречаю предприниматель это это просто фатальная ошибка который просто ничего нет ничего не началось типа если деньги придут мы по поезд поедет если деньги не придут поезд не поедет это говорит о первом что вы не уверены это говорит о втором что вы такой человек который не может ничего сделать без денег потому что когда у тебя есть денег конечно ты можешь запустить процесс но когда ты молодой студент у тебя есть социальный капитал и ты можешь просить людей например у меня уже студенческое время я мог без денег просить людей мне помочь которые что-то умели что-то знали я мог засыпать процессы без денег с обещанием будущего или что-то другое это это самое сложное потому что надо быть действительно уверенным чтобы запустить процессы потому что если этот инвестный цикл окажется неуспешным конечно топливо закончится прям по дороге это очень болезненно это очень болезненные процессы когда раунды ломаются это действительно это больно поэтому пытаются все это сбежать но это не работает поэтому уверенность вы должны посылать все сигналы что эта миссия уже в процессе у инвестора должно быть ощущение что у него просто вот шанс допрыгнуть просто что ему повезло что он запрыгнул последнюю секунду на поиск который уже идет к успеху 3 очень важный фактор успеха во всем этом циклы эта скорость опять посылает правильные сигналы я вообще практически не видел за всю свою историю история моя огромная привлек намного больше миллиарда долларов инвестиционных денег во все свои портфельные компании я видел сотни плюс ситуации и все поломанные процессы которые я видел которые не достигали результата это всегда была низкая скорость это длинные затянувшиеся процессы когда не происходит по правильному алгоритму правильные действия правильное время очень сжатый срок и происходит опять посылается неправильный сигнал неуверенности что инвестор начинают думать что наверное другие уже отказали что-то все затянулось потом уже у вас например задерживаются дедлайны потому что деньги не пришли и все это ломается поэтому максимально некомфортный процесс все инвестмент циклы в которых я находился я работал сто плюс часов в неделю это максимальная выкладка это отключается абсолютно все вообще ничего не было ни спорта не жизни не сна ничего просто было только в пять часов утра начала и до последней минуты просто супер хардкор это вы боретесь за выживать поезд уже едет вы знаете что топливо закончится вы знаете что вас обязательства растут если это не состоится эта смерть поэтому скорость это сверх должен быть начало процесса и конец процесса конец процесса дедлайн в котором либо и ты нашел либо не нашел и так вот и и в двигать вперед это такое создает ощущение что может быть еще не произошел фейл но фейл уже произошел не успех уже произошел максимальный срок на первых сид раундах и так далее это 90 может быть я еще видел какие-то 120 дней но все что идет за полгода и так далее это можно уже ставить крест всегда есть исключение если вы действительно сделали какой-то там ну если очень инновационный продукт и вы сделали какую-то прорыв может быть всегда есть исключение но все успешные процессы которые я видел они начинаются они заканчиваются и все инвестиционные банки которые если вы например этот процесс не любите делать сами это очень на самом деле интерес некоторые основатели говорят о я нанял я нанял инвестиционный банк или банкира я нанял какого-то человека который мне это сделать первое что вы должны знать что вы заплатите за это в среднем 4 процента от всех привлеченных денег да если на цикл компании если это будет это будет очень большая сумма соответственно будут миллионы долларов значит вы как основатель не притащили в компанию эти миллионы долларов вы просто своей ленью своей год вот что у меня вот этого нет вы просто лишили компанию этой суммы это очень дорогая услуга те люди которые умеют тащить деньги в чужие истории это сама высокооплачиваемые вообще как бы сотрудники которые бывают поэтому это очень высокооплачиваемый и для вас как для founder это значит что это очень высоко ценная активность вы должны ее делать сами честно говоря особенно когда носить когда если раунд bc я еще понимаю инвестиционный банк но если это носит раунде происходит это обычно уже говорит истории которая не состоится соответственно скорость очень важно точно если начали процесс начали работаем это просто процесс который требует сверх усилий делаем создаем вот эту спрос вы маркет мейкер вы только что создали частный рынок для своей компании это не это не биржа где у каждой компании есть ликвидность и биржа обеспечивает ликвидность вы как founder вы обеспечиваете ликвидность все зависит от вашего уровень активности если вы не обеспечивая когда произошел например не успех не на не найдены деньги очень часто основатель говорят вот ну как бы не было на самом деле не просто сделали не сделали рынок они не собрали достаточно ли они не нашли ликвидность она может быть где-то было они может быть обошли 4 человека получили 4 отказа и на этом поставили крест совестно все что меньше 100 отказов не считается огромный уровень активности чтобы быть маркет мейкером вы стали биржей своей компании и вы делаете контакты каждый контакт некая ликвидность для вашей компании поэтому это самые основные правила самые основные ошибки которые founder делают в этом процессе поэтому сейчас хочу обсудить что если мы вот имеем все это и начали отплыв как работает этот процесс это очень на самом деле это сверх интересный процесс очень часто люди думают это отвлекает меня построение бизнеса у меня и так миллион дел да но на самом деле очень часто в этом процессе происходит адаптации бизнес-модели в этом процессе можно получить огромное количество фидбэка людей из рынка узнать очень очень мощные вещи это очень ценный процесс который дает очень большую ценность на стартовом этапе но он трудоемкий поэтому очень часто очень хорошо когда два основателя потому что если один основатель зашел вот в этот проект тогда это его полностью поглощает дорт должны быть другие люди кто делает все остальные действия потому что сделать это и параллельно что-то другое это возможно я это видел но это это очень тяжело потому что стресс и острота и переживания и неопределенность в этом процессе их невозможно это неотъемлемая часть этого процесса но это возможно это происходит каждый день вот пока вы сейчас смотрите это видео где-то в мире кто-то час кому-то говорит да мы готовы с тобой пойти мы готовы финансировать твою мечту и сейчас мы обсудим как это происходит в практике конкретно в процессе поехали